МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К нему действительно ведет только одна улица – Бухарестская. Казалось бы, в чем сложность установить здесь хотя бы один фонарь? И проблема себя исчерпает. Но по факту вопросу по освещению улицы уже около 10 лет. Местные чиновники ежегодно дают обещания, а ВОЗ и ныне там. Сроки переносятся, проблема остается. Администрация детского сада устала писать письма во все инстанции в ответ обещания и сумеречные надежды. Заведующая детского сада пошла охотно с нами на контакт. И она рассказала очень интересные вещи, что вот уже в течение 10 лет пытается решить эту проблему. Но в ответ из муниципалитета выходили одни отписки. Проблема стоит остро. И заведующая детским садом Лариса Александровна готова с нами пойти в муниципалитет Курчина, пообщаться на этот тем. Согласятся ли муниципалы с нами разговаривать? Вот это еще вопрос. Региональное отделение ЛДПР взяло на себя ответственность организовать долгожданную встречу заведующей детского сада номер 63 жителей района с чиновниками муниципалитета. В частности, с помощью официального депутатского запроса из Законодательного собрания Петербурга. Надеемся, что чиновники найдут время. Историческая встреча состоится. А проблема с освещением решится. Продолжаем следить за ситуацией в Купчино. К другим темам. Госдума приняла в третьем чтении пакет документов о введении экспериментального налога на профессиональный доход самозанятых граждан. Это лица, чей максимальный доход в год не превышает 2 миллиона 400 тысяч рублей. Фракция ЛДПР полагает, что вместо налога для самозанятых граждан нужно реализовать более понятный и приемлемый для всех вариант патент по фиксированной стоимости. У нас в повестке дня здесь два закона, важных по самозанятости. Мы не поддерживаем, потому что гражданам он не нравится. Хотя в перспективе необходимо это урегулировать, чтобы более 20 миллионов граждан спокойно работали, как они хотят, как могут. И выплачивали какие-то суммы, которые легализуют их право пользоваться поликлиниками, домами, всеми коммуникацией. Работающие все это оплачивают, которые выплачивают все необходимые взносы, доход государства. А здесь ни подоходного налога нет, ни пенсионный фонд, ничего не идет, никуда. Но пока мы это поддержать не можем. Вторая статья, второй пункт повестки дня. Президентский проект закона 282. Известный, очень болезненный. Мы были категорически против этого закона. И много раз ставили вопрос об его отмене, исключении этой статьи из Главного кодекса. Мы поддержим, поскольку это все-таки смягчение, когда люди за перепост сидят в тюрьме. Это дикость просто. Это дикость. Такого при царе не было. При советской власти не было. Это кто-то делает по принципу, заставь дуракам Богу молиться, он и лоб расшибет. Но в повестке дня есть наш закон, чуть пониже. Мы потребуем их рассматривать одновременно. Не получится, пусть по отдельности. Наш закон все-таки более радикальный. Убрать эту статью. Ибо проблемы розни, национальной, социальной, в других законах отражены. Но здесь закон такой всеобъемлющий, что он может... По этому закону можно арестовывать каждый день. По всей стране тысячи и тысячи людей. Поэтому будем добиваться отмены. Но хоть смягчение. Спасибо, говорится. Царь решил смягчить. Теперь меньше людей окажутся в тюрьмах. И, наверное, выпустят тех, кто теперь уже не попадает под эту новую статью. Накануне на пленарном заседании в Госдуме Владимир Жириновский дал оценку вступления России в ВТО и прокомментировал актуальные вопросы внешней торговли. Рост цен на бензин. Мы опять не говорим причину. Мы находимся в ВТО. Мы оценили вообще наше нахождение в ВТО. Сколько плюсов, минусов? Пока я слышу одни минусы. Я плюсов ни одного не слышал. По условиям ВТО мы не имеем права поднимать пошлины на экспорт нефти. Тогда мы что делаем? Поднимаем пошлины на добычу полезных ископаемых. И это бьет тут же по внутренним ценам на бензин. Вот мы ударяем по своей экономике рост цен и помогаем мировой экономике. Покупайте нашу нефть, берите. Всё, беспошлинг, гоните день и ночь её. Это ошибка. Надо взвесить, что такое ВТО. И наказать тех, кто нас уговаривал с этой трибуны. Надо вступать, надо вступать. Нам будет выгодно. Ну где выгодно? Пока каждый раз приходят министры и говорят, в ВТО мы не можем что-то делать. В ВТО мы не можем, ну давайте. Пора уже оценить, наверное, это же всё нужно делать, чтобы не было. Внешняя торговля. Ну давайте восстановим отдельные внешнеторговые объединения, которые помогут нам лучше торговать на внешнем рынке. Давайте наша таможня. Ну давайте прекратим лжеэкспорт и лжеимпорт. Ну неужели трудно одноразово проверить, что вы на экспорт поставляете не хорошее оборудование, за которое нужно платить, а чулки. Из-за этого вы платите маленькую экспортную почту. И наоборот. Возите компьютеры, а указываете характеристику груза колготки. И платите маленькую возную. Но один раз накройте таможенный пост и всех таможенников в тюрьму. Всех, кто участвовал в этой сделке по уменьшению доходов в бюджет нашей страны. У нас ЦБ действует, Минфин действует. Действует таможенная служба и федеральная антимонопольная. Четыре мощных структуры. Прекрасно работает ЦБ, может быть Винфин. Но антимонопольная служба мы не видим, чтобы были результаты. Монополия везде у нас. По всем направлениям. Куда ни плюнь, ни посмотри, везде монополия. Нам нужна единая стратегия. Если ЦБ отдельно, таможня отдельно, Минфин отдельно и ФАС отдельно, результат будет ниже. Поэтому здесь можно и нужно добиться, чтобы мы лучше были, лучше бы делали. Проверки. Ну, не могут счетные палаты работать. И очень эффективно. Вот давайте перекрестные проверки. Москву проверяет Петербург, а Москва Петербург. Саратов проверяет Самара, а Самара Саратов. Сразу улучшится. Или многопартийная администрация. Только в Смоленске есть многопартийная администрация. Была в Орле, убрали нашего чиновника ЛДПР. Теперь везде, где коммунисты от ЛДПР никого нет, мы коммуниста не убираем. Видите разницу? Двух партий. Они от нашего избавились, мы от их представителя не избавились. Поэтому, конечно, кредитная политика имеет огромное дело. Но посмотрите, зачем мы даем однодневкам фирмам? Ну, давайте давать тем, у кого 5 лет стажа работы. То не будет банкротств лишних. То есть улучшить, усилить проверку. А так ЦБ можно оценить работу хорошо, как и Минфин, как и другие наши службы. Репортаж с места событий смотрите далее. Мы, фракция ЛДПР Государственной Думы, всегда выступали за развитие отношений с Арабским Востоком, но особенно с султанатом Аман. Мы бы очень хотели, чтобы у нас были более тесные связи. У нас все с большим уважением относятся к Абуз Бен Саиду. Мы его все хорошо знаем. Прекрасный слотанат. Люди живут спокойно. Хорошая экономика, промышленность. Все спокойно. Мудрость. То есть образец для государства, для всего и Ближнего Востока, и Среднего. Поэтому мы бы очень хотели, чтобы дальше, по всем направлениям, развивались связи. Мы рады, что прямой рейс есть Москва-Маскад. Теперь прямое воздушное сообщение. Не надо лететь в Дубай. И спортивные связи, молодежные связи, коммерческие связи. Мы готовы закупать все, что есть на продажу в Султанат-Аман. И туда поставлять то, что надо. Очень выгодное географическое положение. Индийский океан. Наши суда могли бы туда заходить, привозить туристов, совершать круизы. И, конечно, сюда с удовольствием мы готовы принять и жителей Султаната, посмотреть русская зима. Есть тоже свои прелести, так сказать, холодной страны, северной страны. Там юг, у нас север. Поэтому Оман любим и желаем самых долгих лет жизни и здоровья нашему дорогому другу Кабус Бен Саиду и всему народу Омана. В России вас любят, уважают, ждут гости. И мы обязательно к вам приедем в февраль или марте. Все честно, я все номера перемешал. И не знаю, какой номер. Сейчас я называю номер и победитель получит билет. Номер 105. 105. 105 номер. Быстрее, быстрее. Билет. Покажите, покажите, пусть покажут. Пусть покажут. Господин посол. 105. Действительно, все. Отлично. Билет. Билет. Вручается поздравление. И билет Москва. Москва. Бесплатно. Сверху рейсу. Браво. Спасибо. Спасибо. Хорошо. Владимир Жириновский встретился с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Афганистан в России. На встрече обсудили мировые проблемы и в том числе ситуацию в Афганистане. Вопросы, касающиеся сотрудничества между государствами, торгово-экономической сферы, регионального и международного взаимодействия. Владимир Жириновский подчеркнул, что подобные встречи демонстрируют наличие конструктивного диалога между странами, укрепляя отношения в различных сферах. Лидер ЛДПР также предложил создать клуб сторонников мира на Востоке. Другие участники встречи эту идею поддержали. О встрече рассказал Владимир Жириновский в рамках пресс-подхода. Мы встречались с послом Афганистана в пятницу, сообщили об этом в прессу, никакого отражения не нашло, хотя это была очень значительная встреча. Мы хотим сделать параллель. На Западе есть Бильбидерский клуб, а мы будем встречаться с послами восточных стран. У нас будет свой клуб, Поварская 42, местонахождение посла Афганистана. Мы там подняли очень глобальные вопросы, похлеще, чем Киссинджер, там Рокфеллеры, все эти Клинтоны в этом Бильбидерском клубе. Ну, как всегда, наша пресса ждет с Запада какую-нибудь жвачку пожевать, а собственные достижения не доходят. Ну, что делать? В Амурской области в городе Циолковском прошли повторные выборы главы города. Им стал временно исполняющий обязанности мэра. ЛДПР не согласен с таким решением и накануне в рамках пресс-подхода Владимир Жириновский прокомментировал эту ситуацию. Нам неприятно событие в городе Циолковском, Амурской области. Победили наши депутаты. Всего 10 депутатов, городская дума, 10 единорос, он что-то сразу сдал мандат, испугался. Наших 9. Они могли избрать своего председателя гордумы, помешали. Избрать председателя мэра города помешали. Выкрутили руки, запугали. Шантаж, потку. И избрали, соответственно, нужного Единой России мэра города. И Роскосмос там командует. Как его? Рогозин. И председателя, значит, городской думы. Ну вот что это такое? Захват власти. И никто не заметил. Ни один журналист слов не написал. Если бы ЛДПР то же самое сделало. При большинстве Единой России поставила бы своего председателя городской думы и своего мэра города, какой бы шум подняли. Как так? Захват власти. Что они делают? Почему мешают работать депутатам от другой партии? И в Владимирской области 4 человека у нас в ЗАГС собрании. Ни одной штатной единицы. То есть зарплаты ни у одного депутата нет. Справедливая Россия меньше депутатов. Три. Две штатные единицы. Спрашиваем у председателя ЗАГС собрания, почему так делаете? Вы говорите, это в Москве решают. Представляете? Руководство Единой России в Москве решает, кому в регионах дать штатные ставки. Это что, демократия вообще? Кому разрешить участвовать в выборах губернатора? Могут не разрешить. Нашего еще в Приморье не зарегистрировали. Он собрал необходимые там вроде бы подписи. И вот в Липецке нам мешали штатные единицы. Кировская область. В свое время Волжский под дулом пистолета перевели 12 наших депутатов. Мы победили. Перевели в Единой России. И Руза район Московской области там помешали. То есть это периодически, в разные периоды, по всей стране. Единая Россия использует свои рычаги власти, большинства. И крушит власть демократически избранную. В Госдуме рассмотрели в первом чтении законодательные инициативы президента Российской Федерации о частичной декриминализации статьи 282 Уголовного кодекса России. От фракции ЛДПР выступил Ярослав Нилов. Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые депутаты, смысл нашей инициативы, а это уже не первый раз, когда подобная фракция ЛДПР вносит, исключить из Уголовного кодекса статью 282. И вот почему. Дискуссия при рассмотрении президентских инициатив на схожую тему показала, сколько возможностей для злоупотребления, для применения различных карательных механизмов, для преследования людей по идеологическим каким-то принципам существует сегодня. То есть этот вопрос, он давно уже назрел, и если уже президент внёс инициативы, это значит, что не всё в порядке в этом вопросе, и уже давно, о чём мы в ЛДПР говорили. Сегодняшняя статья 282 – это норма, карательная норма, избирательная норма, используя которую можно посадить в тюрьму и дать реальный тюремный срок практически любому, по любому признаку. Особенно много вопросов у нас по признаку принадлежности к определённой социальной группе. Подробно об этом депутат Синельчиков говорил. То есть за критику депутатов Государственной Думы человека также могут привлечь, используя статью 282. И такие примеры они уже в современной истории были. Помните, чуть больше года назад была такая информационная дискуссия в средствах массовой информации, в социальных сетях, когда якобы блогера Соколова преследовали за то, что якобы он ловил покемонов в храме. Я тогда специально посмотрел материалы подробнее и понял, за что его привлекали к уголовной ответственности. Ни за какие покемоны он привлечён к уголовной ответственности не был. А как раз использовалась та самая статья 282 за то, что он позволял себе публичные высказывания в адрес неопределённого круга лиц. Он, да, он оскорблял, он это признаёт, он допускал некорректные выражения в интернете, на публичных площадках, в отношении детей и инвалидов, в отношении женщин-феминисток и в отношении других социальных групп. Не конкретно гражданина, а в отношении социальной группы. И за это было возбуждено уголовное дело по статье 282. Депутаты приняли закон о бюджете фонда ОМС на ближайшие три года. Владимир Жириновский дал комментарий в пресс-подходе. Ну, сегодня будет приниматься бюджет пенсионного фонда, фонда социального страхования и обязательного медицинского страхования. Конечно, проблемы есть, что не всегда помощь оказывают. Мы знаем случаи, когда больные погибают, или скорая помощь не приезжает, или в больнице в коридорах лежат. Это, я помню, при советской власти привезли пожилого мужчину, в коридор положили, через два часа он умер. Месяца, говорит, врач умер, закрыла глаза. Он стал писать, даже не подошел, стал писать заключение. Называется это эпикриз, посмертный. А нам говорят коммунисты, да что вы, какое было обеспечение. На моих глазах это было. Мне было, 30 лет еще не было. Не хватало мест в коридорах прям. И врач не подходит вообще. Поэтому, конечно, проблемы есть. При обслуживании, по лекарствам. Лекарства дорогие, все импортные. Убедитесь, за углом аптека. Подойдите, посмотрите. Все импортные, все самые дорогие. Русских лекарств, значит, не найти. И, конечно, проблемы с нашими соотечественниками, они возвращаются. И услугами медицины пользоваться не могут. Регистрации нет, гражданства нет. Это все создает проблемы. Ну вот ветеран войны Доронин умер. Добили его коллекторы. Выбивали долги за внука, за правнука. И человек воевал, дожил такой великолепный возраст. 93 года. И умирает, потому что эти подлецы, негодяи его доконали. И никто не помогает. Ни один журналист не встает на защиту. Никакие правозащитники. Всем наплевать. Подумаешь, русский ветеран войны. До Берлина дошел, а теперь подыхай, как хочешь. Жить из жизни они его увели. Надо подумать и потребовать, может быть, доведения до смерти. Какой саморианство, какое самоубийство. Он просто умер. Сердце остановилось. Создали условия, при которых он жить уже не мог. Надо посмотреть. На прием к нам приходил. Мы приглашали. То есть фракция ЛДПР уделила достаточное внимание. Но все остальное по всем фондам, бюджетам. Вот, пожалуйста, наш представитель комитета, самый тяжелый комитет социальной политики, Ярослав Евгеньевич Нилов, имеет право сегодня в любой момент вам что-то об этом сказать. А уже завтра, в среду, мы скажем по бюджету в третьем чтении. На этой неделе с трибуны Государственной Думы Владимир Жириновский комментировал острые вопросы. Прошли выборы в ЗАГС собрания. Владимирская область, четыре депутата от ЛДПР. Ни одному не дали штатную единицу. Справедливая Россия три всего прошло. Две дали. Вот это что за подход? Я не понимаю. Справедливая Россия не утверждает премьер-министра, не утверждает бюджет, а ей, значит, дают. Вот коммунисты не утверждают премьер-министра, не утверждают бюджет, им дают округ. Берите, еще увеличивайте. Я не понимаю логику этой правящей партии. Они куда идут? Я сделал вот вывод буквально дня два назад. А сам первый, самый популярный политик, 1815 год, хочет создать священный союз христианских народов. То, что потом превратится в ЕС. Не получилось. Армия стоит в Европе. Почему не получилось? Руки по локоть в крови. Участвовал в убийстве собственного отца. Кто же поверит такому человеку? Армия победила французов, а ты кто такой, Александр Первый? Ты задушил практически собственными руками своего отца и пришел к власти. Через сто лет большевики. Какие ложенки? Власть, народу, фабрики, земля. Все отлично. Получилось? Ничего не получилось. Почему? Ночью захватили власть. Вооруженным путем. Гражданская война. ГУЛАГ. Репрессии. Миллионы погибли. Все отошло в сторону. Рухнуло. Ельцин. Но учти две ошибки. Уже дважды империя гасла. Демократия. Все хорошо. Рынок. Приватизация. Все отлично. Все не получилось. Все получилось в худшем варианте. Почему? Ночью пришли к власти. Незаконно расчленили собственную нашу страну. Теперь четвертый вариант. Сегодня. Хорошая партия. Единая Россия. Так сказать, консерваторы. Но консервируют они не то лучшее, что нам с вами нужно. А худшее от социализма. Уравниловка продолжается. И худшее от капитализма. Рэкет и коллекторы. Вот участник войны Доронин. Умер. 93 года. Защищал родину. А через 50 лет, там сколько даже больше, 73 года прошло и умер. Потому что задолбали. А у внука вроде долги, у правнука знаем, где он учится. Это в наше время. 21 век. В столице нашей родины. Участник войны. Погибает. И никто не встал на защиту. Ни участковый, ни прокурор. Никто никуда. Почему так распределяем? Нам морочили целый год Горову в Кировской области. Зак Собрания. Быков. Председатель. В Липецкой указывали нам, кто будет получать ставку. И кто, если ушел вместо него, кто из списка зайдет. Куда дальше идти? Это что, демократия что ли? Вам кто дал право Единой России вмешиваться в дела других партий? Мы же понимаем, что это коррупция. Вы ставите на ставку те, кем вы управляете. А раз неуправляемый депутат, он будет без ставки, без кабинета, без машины. На улице будут находиться депутаты. Ничего нет. То же самое Руза. Московская область. Не допустили к выборам. Ведь сами виноваты. Так вы их подкупили. Они снялись с списка. Это же хорошо сразу получить деньги. Чем один пройдет в эту маленькую районную думу. Ничего не значащую. То же было Волжский город. Волгоградская область. 12 человек. Победили мы полностью. Победа. И что делают? Под дулом пистолета всех заставляют перейти во фракцию Единая Россия. Я Грызлову подхожу. Говорю, что делаете, Борис Славович? Он улыбается. Вот так они там объявляют, что они победили. То есть постоянно вмешательство в дела других партий. Сколько это можно терпеть? Или начинают подираться к нашему губернатору? Он еще в кабинеты не все обошел. Он еще команду формирует. Саботаж идет. Бывший губернатор, ее замы разбежались. Им в тюрьме сидеть нужно всем. А почему представитель ЗАГС Собрания лишает наших депутатов зарплаты, кабинетов всего? Он сам хотел уйти в сенаторы, если побеждает Орлова. Орлова проиграла, тогда нужно вымещать злобу на депутатов от ЛДПР, которые пришли в парламент местный 9 сентября этого года. Вот что это такое? Это что, демократия? Мы говорим, там нас плохо воспринимают. Так а за что? Вот за это воспринимают плохо. За это. Что демократия у нас исковерканная, загаженная, урезанная. Орлезанная, что за демократия. Народ выбрал нашего губернатора, уходи. Что такое вообще? Другому губернатору, выйди из партии. Что такое вообще? Какие рамки это все лезет? Куда идете, Единая Россия? Вы хотите так же Майдан получить? Вы получите. Вы думаете, все хорошо в стране? Очень плохо все в стране. Только где-то спичка зажжется, все бьют на улицы. Никакая Росгвардия, ни одного выстрела не будет. Никто не посмеет выйти против народа. Да ни армия, ни ФСБ, никто. А наших депутатов, город Циолковский, в ФСБ вызвали, в Следственный комитет вызвали, прокурору вызвали. Это что, демократия, что ли? Вы что делаете вообще? Немедленно прекратите давление на депутатов от ЛДПР. Иначе мы выйдем на улицы. И вам не будет здорово. За нами миллионы выйдут, которые голосали за нас 30 лет, голосовали. Вы доведете страну до кипения. На ровном месте делаете конфликты. На ровном месте. У вас совести нету. Выкручиваете руки. Оскорбляете. Коррупция, так вы их коррумпировали в городе Циолковском. Молодые ребята всех коррумпировали. Квартиры пообещали им всем. Деньги покупаете и продаете депутатов на местах. И они боятся маленький город, 5000 человек. Грузии испугались. Волжские испугались. Я делаю ставку на молодых, а вы их запугиваете. И это все самые интересные моменты за эту неделю. Следите за нашими новостями. Всего доброго. До свидания.